Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Постоянное давление в трубе, грубо говоря. Или точно так же у нас. Если все лампы горят в линии, мы понимаем, какой там должен протекать ток. Если хотя бы одна лампа перегорела или что-то с ней случилось, провод оборвался, то есть гирлянда не вся горит, вот этот датчик, он нам покажет, что ток в сети уменьшился. И, соответственно, через контроллеров об этом узнают в сети. Не через добродел, через двое-трое-пятеро суток, пока бдительные граждане скажут, что вот у вас там перегорел фонарь, да? А узнает диспетчер, сразу узнает, буквально вот сразу, и пошлет туда бригаду ремонтировать. Вот как бы... Какую цель вы ставили перед собой, перед своими учениками, разрабатывая этот проект? Цель – увлечь детей техническим творчеством и адаптировать их к будущей какой-то жизни, чтобы дети, допустим, понимают, как работает предприятие, как работают законы, которые они изучают в школе, в действующих электроустановках, что такое предприятие, как оно работает в целом. Я более того скажу, что я ничего не стал придумывать в кружке. Я разделил детей на... Точно так же, как структура нашей электросети. У нас маленькая электросеть, у нас есть свой главный инженер, у нас есть своя служба охраны труда, свой специалист по автоматизированным системам управления, свой электронщик, свой мастер наружного освещения. И, да, кстати, Александр Николаевич пользуется случаем. Вам уже дышит в затылок, да, пора на повышение уходить. Вот. И мы выполняем такую же... Поставили такую задачу, она могла быть любой, но мы взяли вот просто наружное освещение, систему наружного освещения нашей 10-го лицея. Там, 7 опор наружного освещения, которыми нужно правильно управлять. Не так, как сейчас. А вот по-современному с использованием цифровых технологий. Вот этих микроконтроллеров, мы их сами программируем, собираем какие-то схемы, и у нас уже есть какой-то результат. Какой? Какой. Чего удалось достичь? Смотрите, у нас есть что, смотрите. Во-первых, у нас есть свой сайт, на который обменивается данными, на который поступают данные с микроконтроллера, который установлен в подстанции. Но сайт тоже разрабатывали ребята? Да, конечно. Я минимальное, минимальное мое участие, я вот только так чуть-чуть подталкивал. Ребята все очень хорошие, мотивированные. Опять же, ну, благодаря, видимо, отбору, который в 10-й лицеи происходит, в том числе, мне посчастливилось с ними работать. Я только вот так, чуть-чуть подталкивал, так аккуратно давал какое-то направление. Ребята приходят, в электросеть приходили некоторые. У нас есть девочка, допустим, экономист. Она отвечает, вот этот проект, он экономически обсчитан. То есть, я попросил нашего старшего экономиста остаться после работы, и она девчонкам объяснила, как, ну, грубо говоря, откуда булки на деревьях растут, как бы, да, вот на цифрах. Очень понятно, очень понятно. И у нас вот такая маленькая электросеть, причем я хочу сказать, что это же все было при развитом социализме, то есть, когда вот это все было, были там юные гаишники были какие-то, с палочками ходили. Ну, юидовцы движения юид еще до сих пор существуют. Да, и слава богу, вообще, это ранняя профориентация, она, в общем-то, дает свои плоды. И, безусловно, дети раньше понимают, ну, это ли их дорога. Это ли их дорога. Та ли это профессия, которой они хотят посвятить всю свою жизнь. Я даже больше скажу. Была какая-то, где-то у нас в Подмосковье есть детская железная дорога, где дети там управляют тепловозом, там, ну, естественно, под руководством, как бы, опытных железнодорожников. Ну, вот у нас вот, может быть, есть такая программа максимум, может быть, сделать какую-то детскую электросеть на базе Мособлэнерго, чтобы дети как раз уже, зачастую выпускники вузов, когда приходят на производство, они не понимают, куда они попали. Вот наши дети, которые ходят в кружок, они уже представляют себе структуру предприятий, задачи, которые перед ней стоят, и как они решаются. Вот это тоже задача. То есть мы сколотили такой вот коллектив единомышленников. Александр, школа энергетиков существует на базе 10-го лицея уже не первый год. Есть, ребята, выпускники. Отслеживаете ли их судьбу, общаетесь ли с ними, и есть ли все-таки уверенность, что они придут на ваше предприятие? И готовы ли вы их принять? Вот этих людей, я думаю, мы примем с простертыми объятиями всегда. И отслеживали их, конечно, мы уже, ну, у нас наши отношения из разряда, там, учитель-ученик перешли в разряд друзья. То есть мы, ну, вот встречаемся, то есть когда ребята там собрались на какой-то, у них был вечер встреч, меня тоже пригласили, я с удовольствием в этом поучаствовал. Там мы в боулинг сходили или куда-то там. Вот. То есть это правильно. А то, что примем их на предприятие, конечно, да, если с их стороны будет желание, ну, это уже им решать. Вот. Но им все то, что вы им давали, все то, что вы изучали в школе юного энергетика, вот они вам в обратной связи говорят, что это все пошло на пользу, им это пригодилось? Да, вот недавно звонил Никита Жариков, он, кстати, был в этой студии, он говорит, что вот у них там, он в Баманке учится, у них там были какие-то практические занятия, с паяльником он что-то делал, он говорит, а я уже все знаю, вот это я уже держал, я уже все проходил, все это было. Ну, самое знание, которое вот в области электробезопасности удалось довести, какие-то вот основные правила, как надо себя вести в каких-то таких критических ситуациях, чтобы не попасть под действие электрического тока, то есть... Ну, я знаю, что, более того, воспитанники даже сами, ну, благодаря вашим занятиям, самостоятельно проектировали и делали, например, разводку в дачном доме. Было, да, было, да. Были такие прецеденты. Были, 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 были. Причем девочка. Причем девочка. Марине, привет. Да. Марине, Марине, мы передаем сейчас огромный привет и продолжаем дальше. Совсем недавно в вашей школе юного энергетика появилась эмблема. Расскажите немного о ней, как создавалось, почему такие символы. Ну, опять же, я минимально участвую. То есть у детей совершенно другая, как сказать, потенциал. Они по-другому смотрят на вещи. Иногда они генерируют такие совершенно сумасшедшие идеи, которые вот только успевают думать, как это можно применить. Вот так вот надо еще откидывать ненужное, только успевай, да. То есть вот дети придумали эмблему, на которой девиз. Ну, мы покажем эту эмблему, да, на которой девиз. Эффективность, надежность, цифра. Цифровые технологии у нас сейчас, как бы, это сейчас тренд. Я вот слушал какую-то передачу, там, по-моему, или Юла, или Авито рекламировали. Вот так вот здесь решение принимают люди. Ну, это такой сомнительный, мне кажется, лозунг. Потому что если решение типовое, как у нас в электросетях бывает, то решение может принимать, я думаю, и должен принимать. Это будет эффективнее, быстрее и надежнее для конечного потребителя, что это решение примет цифра. Ну, имеется в виду контроллер какой-то. На основании данных, которые он получает в сети. Вот и мы, еще раз повторюсь, ну, начали с малого. Вот хотим сделать вот нашу маленькую вот эту электростановку, которая цифровое управление и анализ данных с линии наружного освещения нашего лицея. Вот цифры. И вот дети вот объединили, поняв вот это все направление нашего развития, вот они сделали такую эмблему. Неоднократно ваши работы были удостоены премии в нашей Подмосковье. Вы их номинировали и становились призерами, победителями премии. Вот насколько помогла премия в развитии вашего проекта за эти годы? Это прорыв. То есть, ну, все эти компоненты, которые мы покупаем, они все-таки чего-то стоят. Да, то есть, ну, чудес не бывает. То есть, ну, добрый дядя не придет и не одарит нас там какими-то контроллерами, проводами, исполнительными устройствами, датчиками. Это все приходится закупать. Ну, и мы на основании, вот сначала у нас была теоретическая разработка, мы выиграли первое премию, вооружили свой кружок разными приборами, с помощью которых мы могли продвинуться. Потом со второй премии мы купили набор компонентов, из которых мы сделали уже вот, вот уже мы сделали практически действующий прототип, пока у нас есть. Пока у нас есть прототип. Ну, обмен данными уже есть, сайт есть, все это работает. В этом году все, у нас уже есть, весь набор компонентов есть. Мне дети звонят, говорят, Александр Анатольевич, ну, когда, 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 можно я к вам на работу прибегу там, через забор перелезу на самоизоляцию, когда мы соберем эту, как бы, нашу установку? Я говорю, конечно, я бы ее сам мог собрать, я радиоинженер по образованию, но нет. Вот, дождусь детей, детскими руками, за неделю, спокойно, в школе мы это все соберем, спаяем, настроим, все у нас будет сделано правильно. Как раз ребенок и поймет. То есть, вы понимаете, какое удовольствие, когда вот, ну, когда девочка паяльником там, вот так вот, ляп-тяп, там, как-то она делает по-своему, по-девчине, но это первые шаги, это нормально, это вот, это вызывает у детей такой восторг, что, как бы, это за деньги не купить. То есть, мне это очень приятно видеть, что дети как раз вот, ну, короче говоря, сейчас мы ждем, мы ждем окончания режима самоизоляции, и мы дособерем эту коробку, и я ее надеюсь представить на суд нашего, как бы, наших реальных главного инженера, начальника службы наружного освещения, чтобы, и попросить, чтобы ее внедрили в нашу, для освещения нашего лицея. То, что занятия в школе юного энергетика важны для 10-го лицея, это понятно, но насколько интересно вот это тесное взаимодействие конкретно Мособулэнерго? Насколько компания заинтересована в школе юного энергетика, и насколько она заинтересована вот в такой очень продуктивной деятельности? Ну, у нас в Мособулэнерго, на самом деле, отстроена, ну, уже практически отстроена полная система работы с персоналом. То есть, она и формализована, и в руководящих документах Минэнерго, как вот растет работник, да, то есть, он поступает на, с образованием или не с образованием, приходит в электросеть, его там учат, постепенно он получает, 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 растет, растет, и вплоть, у нас есть свой институт повышения квалификации в Мособулэнерго, в котором работники дорастают, ну, там есть даже программы обучения топ-менеджеров с привлечением ведущих вузов, это вот Бауманки и там Московского энергетического института. А вот то, что вот школа энергетика, это как раз вот этот вот, ну, как сказать, подвал. Вот если вот это вот сравнить вот это здание, это вот подвал, это начальный уровень. То есть, причем эту работу надо начинать как можно раньше. То есть, дефицит кадров есть, дефицит кадров есть, и мы его, ну, вот пытаемся вот эту вот структуру построить так, чтобы это вот дети самого-самого малого, самых малых ногтей, как говорят, уже вот в это шли в энергетику, потому что это на самом деле интересно, и, во-первых, это навсегда энергетика, да, вот этот коронавирус и вот эта эпидемия, она показала, да, без кого нельзя обойтись в этой жизни, да, вот лампочка у вас хорошо светит здесь в студии, да? Да. Спасибо. Или Кришта тоже работает. Да, и это вот на этом примере дети видят и понимают, что ага, вот там сосед, допустим, какой-нибудь маркетолог, он сидит дома. А вот Александр Анатольевич, он ходит на работу, потому что вот нельзя, нельзя оставить, потому что ну как вот если повредится какая-то там линия кабельная или воздушная, и там, грубо говоря, там больница останется без электричества. Как? Что будет дальше? Ну это не только больницы касается, но всего это касается, это стратегическая отрасль, которая будет всегда, при любых режимах, при любых правительствах, она будет всегда. Да. И это энергетика, это судьба, я считаю. То есть у нас вот, ну есть пример, наш главный инженер, например, да, он пришел на работу монтером, он вырос до главного инженера там своим там трудолюбием, своим там знаниями, умениями постоянных наращивания. Вот он сейчас главный инженер, там 30, сколько ему там, 3 года возглавляет, ну технический руководитель крупного, самого крупного, наверное, филиала Мособулнарга. Это достойный пример. И я даже более скажу, на день энергетика. И в 2019 году коллектив лицея был удостоен отраслевой награды грамоты Министерства энергетики Московской области за вклад в подготовку кадров для отрасли энергетической. То есть это, ну дорогого стоит, это надо какое-то признание, да. Дети получили, участники проекта получили там благодарственные письма вот генерального директора Мособулнарга, то, что им тоже пойдет куда-то там. Ну это такое признание как бы. Александр, сейчас режим самоизоляции, дети остаются дома. Чем бы вы посоветовали занять детей? Потому что, мне кажется, уже у родителей подходит, иссякает запас идей. Уже очень сложно придумать что-то новое, удивить детей, но тем не менее мы не сдаемся. Нет, ни в коем случае. Отвечу стихами, можно? Отвечу стихами, классика, да. Без меня не унывай, чаще фигу споливай, хош играй на балалайки, хош на пяльцах вышивай. Это так Федот Стрелец сказал Марусе, когда уходил в дальний поход по заданию царя, да. Чем бы не заниматься, вот главное вот... Не лениться. Вот не лениться. Лень мать всех пороков, это однозначно. То есть это залипание в интернете, который, ну это какая-то большая помойка, если это бесконтрольно делать. Я рекомендую начать вот программировать контроллеры. Они совершенно, это такое творчество, знаете, уровня, ну с Богом это не сравнить, конечно, с Господом, но есть вот как бы вот такие вот смешные китайские платы, разные датчики, исполнительные устройства. То есть это как вот, представьте себе такой живой организм, да. Живой организм, то есть это вот тело, в которое вот контроллер, который анализирует данные, выдает какие-то команды, окружен вокруг всякими разными устройствами, датчиками, исполнительными устройствами. Они собрали железо и потом как вдохнули в него душу в виде программного кода, который может анализировать данные там, ну грубо говоря, там по хлопку зажгли свет, по второму хлопку выключили. Это элементарный начальный уровень. То есть там очень доброжелательная среда программирования на простом языке. Вот эти первые шаги сделать, которые они могут в принципе потом определить судьбу. Из этих вот устройств можно как из конструктора Лего слепить любую маломальскую какое-то устройство, которое, ну или какой-то аппаратно-программный комплекс, как у нас, но мы уже на другом уровне, который может, например, управлять теплицей. Ну, например, там датчики собирают данные. Если темно, плюс если влажность почвы такая, то вот эта смешная платка выдает команду на открытие, допустим, там шланга, и в теплице идет автополив. Если жарко, опять же данные, если жарко, температура в теплице выше такой-то, то автоматически может открыться какая-то форточка. Я вот на неделю уехал, да, вот через неделю приехал, ничего не делал, у меня политые огурцы, их только собрать осталось. Например. И это очень захватывает, это очень, как бы, мозг держит в таком в тонусе. Причем я хочу сказать, что вот стартовый набор вот этой Ардуино, это называется Ардуино, вот эти платы, вот эта Ардуино-подобная плата какая-то, которая, она может сама и в интернет выйти, и можно управлять с любой точки земного шара, где есть интернет, вот этим устройством, да. Тут просто главное правильно немножко направлять в том смысле, что из этих, из одних и тех же деталей можно как сделать как доброго электроника, так и злого терминатора. То есть тут еще есть какие-то такие морально-этические какие-то моменты, да. То есть вот что на другом... Но опять же мы же говорим о том, что здесь рядом с детьми находятся родители, они тоже должны направлять, и ребенок не должен оставаться один на один, а все-таки это должно быть какое-то семейное дело. Причем это и взрослым будет даже интересно, вот на таком уровне, это вот такое, прям просто интересно. Вот я вот собрал, вот как вдохнул в жизнь в устройство, да, вот собрал какие-то железяки, собирал их проводами, потом сделал так, и загорелся свет где-то. А высший пилотаж сделал так, а загорелся свет на другом конце земли. Так тоже можно. Ну, это уже для продвинутых немножко, да. То есть вот я просто рекомендую вот так вот. Причем вот этот стартовый набор в китайских интернет-магазинах будет стоить, ну, там, до тысячи рублей. Вам обойдется, но удовольствие... Он подарит массу удовольствия и детям, и взрослым. И детям, и взрослым, да. То есть и причем это может быть стартом для... Ну, для судьбы, если говорить. Это может быть игрушка, которая определит судьбу дальнейшую. Это модно, перспективно, это тренд. То есть все развитие всех технологий движется сюда в цифру. Спасибо, Александр, за интересное интервью, спасибо за беседу. Я думаю, что ваша идея придется по вкусу многим. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь дома, смотрите телеканал Одинцова. До свидания.